Итак, дорогие друзья, доброе утро! С добрым утром из Киева, из Мараши! Мы продолжаем изучать Мишли и собираемся, кто сейчас здесь. Очень приятно, что утром есть возможность поучиться, познать великую мудрость, великую мудрость вообще мудрейшую из мудрейших мудростей. И мало этого, как нам обещал царь Соломон, что мы когда поучимся, мы станем не только мудрые, но и хитромудрые. То есть мы получим и хитрость, и мазима. Мазима – это такая намеренность мышления, когда ты просчитываешь несколько шагов вперед. То есть мы сейчас реально прокачка такая, утренняя прокачка мышления и за прикрепление через Тору к Божественному Свету. Вот что мы сейчас делаем. И мы начинаем пятнадцатую главу. Всем бодертов, доброе утро! Начинаем пятнадцатую главу, чтобы было у нас успех, здоровье, удача, благополучие во всех, во всех сферах жизни. Итак, пятнадцатая глава. Значит, здесь нам говорится о очень эмоциональных вещах, которые на людей обычных, которые собой не управляют, они часто накатывают. То есть вообще есть вот Шлома Амелых, мы его называем. Мелых. Кто такой Мелых? Царь. Царь – это тот, у которого Мэ, первая буква М, да, Мэм. Мэм – это Мелых, Моах, Моах. Это мозг. Моах – это мозг. Значит, Мелых – это тот, у кого на первом месте интеллект. Эл – буква, это Лев, сердце, эмоции на втором месте. И Кав – это Кавет, печень, это тело, инстинкты, на третьем месте. Вот этот человек называется Мелыхом, он царь. Он, как бы, он управляет собой, да, как царь. А если у человека эмоции на первом месте, он Лемых. Лемых – это даже само звучание слова, то Мелых, а это Лемых. Вообще, ну, те же буквы, а звучит намного хуже. Лемых – это такой человек, который был эмоциональный такой. В Торе был Лемых первый, да, который… Он, значит, так вот махнул рукой и убил мальчика, сына своего. Да. Прямо в Торе в Брешит написано Лемых. Махнул так руками и убил своего сына. На эмоциях человек иногда такие вещи делает, что ужас. И если у человека ковет инстинкты на первом месте, он Клум. Вообще, Клум – это ничего. Или Калем – это позор. Те же самые буквы в другом порядке. То есть, если у человека им управляют инстинкты, то он вообще позор и ничего. Теперь, значит, первый отрывок в 15 главе говорит нам о том, как у человека возникают чувства внутри хама. Это ярость, это хама – это такое зло, да, но внутри. А аф – это гнев снаружи. Как переводят там на русский? Короткий ответ – это ответ мягкий. Яшив хама – гнев они переводят. Кроткий ответ убирает хама. Как они хама-слово переводят? Гнев. А удвар эцев – ответ такой грустный. Резкие слова. Резкие слова. Яле аф. Аф – это ярость, они переводят, а это гнев. Хорошо, можно так. То есть, главное, чтобы было понятно, что хама, гнев – это то, что внутри. Ярость – это то, что снаружи. То есть, есть две стадии. Если у человека, он внутри гневается, а как на английском переводят? A gentle response. Gentle – мягкий response. Мягкий ответ. A lace rose. Rose какой-то. Врос. Rose – это гнев. Вот так написано. W – rage. Rose. Не знаешь? A harsh word provokes anger. Ну, в общем, на английском они вообще не умеют переводить. Смотрите, еще раз, по-простому. Мягкий ответ убирает гнев. Когда человеку что-то не нравится, у него есть два варианта. Или он внутри прям так зажегся, и у него гнев, но снаружи не показывает. Этот гнев его съедает изнутри. Или он снаружи выказывает ярость. Аф – это, причем понятно, аф – это нос. То есть гнев – это как снаружи. Как нос снаружи. И, значит, что лучше – внутри держать или выпустить снаружи? Непонятно, что лучше. Потому что если ты держишь внутри, оно тебя съедает. И оно съедает тебя долго. И ты потом можешь мстить. Если у тебя оно выплеснулось наружу, то, с одной стороны, оно у тебя выплеснулось наружу. Но, с другой стороны, оно, когда выплеснулось наружу, оно на кого-то выплеснулось. И ты можешь уже сделать какие-то вещи. И просто у тебя закрепляет реакция. И, в принципе, гнев – это ужасная вещь, потому что написано «АКОЭСБЛИБО» – тот, кто гневается в сердце, как будто бы УВЭТ, АВАДАЗАРАК, как будто бы служит идолом. Потому что тот, кто гневается, он тем самым не принимает Бога. Он не принимает реальность. Теперь, когда я не принимаю реальность, то есть я как бы… Кому я служу? Кому я служу в этот момент? Я служу своему эго. То есть Бог сделал реальность, а я – нет, не хочу, что за дела, там, кто… Блин, опять там, опять дождь вообще, дождь достал меня, не могу. Джжжж, там разбил мышку, все, компьютеры разбил. На кого ты гневаешься? Кто бы дождь сделал? Бог сделал. Ты можешь что-то изменить, не можешь. То есть нельзя гневаться. Это вообще неправильно. Я бы хотел, чтобы не было дождя. Ну и что ж ты хотел, чтобы не было дождя? Он есть. Ну, так захоти, чтобы был. Ну, то есть желание – это же твое. Теперь, когда кто-то… Ну, то есть то, что самому не надо гневаться, и то, что самому не надо быть в ярости – это факт. Это просто сжечь себя, сжигать себя, сжигать свои баллы, служить, как будто бы служить Авата Вазара, служение Идла вообще нельзя. А что делать, если люди вокруг так себя ведут? Они же не ходят на уроки Тора, они же не знают. И большинство людей, они… И внутри они все время в гневе, а снаружи они иногда в ярости. Это большинство людей, да? Вот. Теперь, как с ними быть? Здесь нам говорит царь Соломон, дает великую мудрость. Мане, рах, отвечающий мягко, он снижает вот этот вот гнев у людей. То есть, гаси. Идет какой-то человек, он такой… Да, дождь. Да, очень интересно. Ты что, не понимаешь, дождь на улице. Да, очень интересно. Мягко. Это мане называется мане, рах. Тот, кто держится и отвечает мягко, тот, значит, он снижает эту хому. А теперь удвар, эцев, яле, аф. А если кто отвечает жестко, он поднимает этот гнев, ярость внешнюю. Он идет, орет. Да, дождь на улице, ты ему… Че орешь? Он, яру, да я сейчас ярость загрызу. И пошло, поехало, да? То есть, когда ты сам реагируешь на него так же, то ты поднимаешь на, ну, наоборот, уровень вот этой ярости. Или ты можешь внешнюю загнать ему вовнутрь, он может испугаться, но он внутри еще сильнее тогда начинает… И она его сжигает, и сжигает всех окружающих. Поэтому лучше отвечать мягко, да, понятная идея. Можно сказать, что это слова к самому себе, нет? Отвечающий мягко снимает… Если ты используешь грубые слова, то… Ну, в любом случае, да, мягкий язык, он снижает вот этот уровень гнева. Теперь второй отрывок. Лашон хахамим тейтив даат. Значит, язык мудрецов, мудрецов Торы, знающих истину, он делает… тейтив – это улучшает, делает лучше даат. Даат – это познание. Значит, сейчас разберемся со всем этим. Упи – ксилим, а род – ксилим. Ксиль – это грешник, который грешит по вожделению. Как раз грешник, которым управляют эмоции. Род вот этих грешников. Ябе и велет. Он все время выражает всякие сомнения, подколки, издевательства. И велет – это, ну, вот, скептицизм такой и так далее. Это грешники так говорят. Теперь давайте посмотрим, что это значит. Во-первых, это значит, что язык вообще-то является определяющим в жизни человека. Язык имеется в виду не язык, как он показывает язык, а язык, как разговор его, речь его. Когда человек хахамим, как они разговаривают, они мудрецы. Они, значит, вот идет дождь. Он говорит, как велитие дела твои Всевышние, что ты так мудро все придумал, что идет, вовремя идет дождь, когда надо, и напитывает землю. Из-за этого у нас будет большой урожай. И слава Богу, что сейчас идет дождь, потому что Бог знает, когда надо, чтобы шел дождь. Поэтому слава Богу, что идет дождь, аллилуйя, это язык мудреца. То есть он радуется тому, что идет дождь. Потом идет какой-то аддитий человек, который кричит на дождь. Он ему спокойненько говорит, а вы знаете, вот, хорошо, что дождь идет. И он и того успокоил, и благословение сказал. Это язык мудрецов. И он улучшает дат. Дат – это познание. То есть когда человек воспринимает мир, он все время мир себе объясняет. И если он просто вот смотрит на картинку, он не может смотреть просто на картинку, он должен ее как-то объяснить. И мудрецы так объясняют себе то, что происходит, что у них всегда все хорошо. То есть он любую берет ситуацию, берет любая картинка, которая перед ним возникает, набор не этих визуальных и аудиальных сигналов. Это картинка. И он, значит, так ее объясняет, что ему хорошо. Есть известная история, как во время Советского Союза посадили трех религиозных евреев в тюрьму. Это были 30-е годы, страшно. Злодеи захватили власть, и трое религиозных евреев попали в тюрьму. И вот они попали в тюрьму, значит, сидят они, камера, зэки, а там стоит такое ведро, где вместо туалета стоит ведро. И вонь такая, все. И, значит, один из них начал плакать. Один из них начал плакать. И вот он плачет, рыдает. Второго спрашивают, почему ты плачешь и рыдаешь? Он говорит, какой ужас, что вообще мы за то, что мы соблюдаем, еще и попали в тюрьму. А теперь в тюрьме мы даже не можем Богу помолиться, потому что там, где воняет, где стоит вот это ведро вместо туалета, нельзя молиться. И я рыдаю, что даже помолиться не могу, первый раз в жизни, ну, не могу помолиться в вечернюю молитву. А второй ему говорит, смотри, говорит, ты почему вообще молишься? Почему ты молишься? Он говорит, ну, надо молиться, написано в шелхонорухе, что надо молиться, значит, заповедь молиться. Вот сейчас вечер наступила, значит, вышли звезды, надо молиться в вечернюю молитву. Он говорит, а почему ты не можешь сейчас ее молиться? Он говорит, потому что есть заповедь, написано в шелхонорухе, ну, в сборнике законов, что если воняет, и отходы вот эти все, нельзя молиться. Он говорит, так что тебе расстраиваться, ты что так ты выполняешь заповедь, что так ты выполняешь заповедь, так ты выполняешь заповедь, надо молиться, а так ты выполняешь заповедь, что здесь нельзя молиться. Ты и так служишь Богу, и так служишь Богу, и так выполняешь, и так выполняешь. Что тебе, то есть ты в любом случае служишь Богу, а чем больше страдания, тем больше награда, так тебе чем тяжелее, тем больше награда, значит скоро будет все хорошо. То такой, вот это классно ты объяснил. И они давай танцевать, радоваться, тара-ра-ра, вместо того, чтобы... Они радуются, что они могут даже в таких условиях служить Богу. Танцуют они, танцуют. Вокруг этого как раз ведра. Надзиратели смотрят, они радуются, танцуют. Он говорит, что они танцуют? А он не знает, какие-то сумасшедшие вокруг ведра этого танцуют. Он говорит, а ну забрать ведро из камеры, значит. Забрали это ведро с отходами, все, это стало чисто, запах исчез. И они смогли помолиться. И они начали молиться Богу, что как велик Бог, который всегда делает для них чудеса. То есть это то, что здесь написано. Лашон хахамим и тивда. То есть это тивда. Язык объяснения мудрецов, оно улучшает восприятие. То есть что бы ты ни воспринимал, ты можешь его улучшить своим объяснением, что это значит. И упи кселим ябеевелет. А вот рот кселим этих грешников, он все время высказывает сомнения. Он даже в хорошем сомневается. Он, значит, как есть известная история, как эти самые аисты летели на юг. И к ним подходит такая маленькая птичка, говорит, о, на юг летите. Аист говорит, да, на юг летим. Значит, хочешь полетели с нами, мы тебя возьмем. Птичка говорит, конечно, конечно, вы меня возьмете. Там наверху какая ветра какие, я не долечу. Он ей говорит, да мы тебя прикроем, мы шайстые, мы тебя прикроем, мы клином летим, там все, пристроишься за нами. Она, конечно, пристроишься за вами. А там, а кушать я что буду? Он говорит, ну мы жучков ловим, жучков едим. Есть еда, всегда есть еда. Птичка, конечно, вы большие, а я там маленькая, у меня, мы тебе будем пережевывать жучков. Мы тебе жучков этих дадим, пережуем и дадим. Она, конечно, он говорит, слушай, иди отсюда. Значит, есть очень много людей, которые, как эта птичка маленькая, конечно, конечно. Вот они все время скептицизма добавляют, даже в то, что хорошее им дается. Они уже не верят, что это хорошее, они не верят, что это хорошее продолжится. Это здесь говорится, род ксилим, род грешников, он выражает все время сомнения. Теперь, значит, третий отрывок. Третий отрывок. Значит, во всяком месте глаза Бога просматривают и плохих, и хороших. То есть, некоторые думают, что Бог, он следит только за хорошими, за цадиками, и только, только он все время, как бы, помогает цадикам, да. Есть, от злодеев он отворачивается. Здесь нам сказал царь Соломон, что нет, это не так. Что Бог, он смотрит, он в любом месте. То есть, написано, млохо ли аратсквадо, вся земля полна славы его. Он смотрит через глаза этого самого, даже комарика или еще кого-то, да. То есть, все это, все это наполнено, наполнено божественным присутствием. И написано, что, что человек должен посмотреть на три вещи, и он не согрешит. Да, льмала мимха, он должен знать, что над ним. Айн роэ, глаз видит, озен шомат, ухо слышит. И все твои дела записываются в книгу. То есть, Бог все время следит за каждым. И здесь это тоже сказано. Хорошие, плохие, он все время все учитывается, все считывается, все записано. Каждое действие записывается в книгу. И как написано в конце книги Коэлли, Теклезиаста, написано так, что совдавара коль нишма, в конце концов, все понятно. Бога бойся, это лаким ира. Митсватав шмор, заповедь его соблюдай. Тезе коль адам, в этом есть человек. И последний отрывок там звучит так. Теколь, теколь давар яви элоим лемешпад. Каждую вещь приведет Бог на суд. Коль найлам, все скрытое. Вы им то, вы им рай. И хорошее, и плохое. Даже хорошие дела он рассмотрит под микроскопом, посмотрев, а почему ты их делал, для чего ты их делал, какие у тебя были в это время намерения. То есть, надо понимать, что весь этот мир, он считывается. И каждый следующий шаг, каждое следующее, то, что человек получает и мир получает, это следствие наших предыдущих действий, решений и так далее. И здесь нам об этом напоминается, что во всех местах нельзя никуда спрятаться. Бог все видит и наблюдает он и за хорошими, и за плохими. И последнее, давайте, четвертое, я хочу, чтобы мы сейчас чуть быстрее шли. Сейчас, сколько у нас уже минут? Сейчас. Что же такое? Сколько? В любом случае, четвертый отрывок сейчас пройдем. Значит, марпелла шон эцхаим. Значит, излечивающий язык дерева жизни. Кроткость языка. Ну, вот, переводят кроткость, но марпе, это излечивающий, рефуа марпе, излечивающий язык древа жизни. Веселевба шеверберуах. А тот, кто искривляет его, говорит, ну, не криво, не красиво и так далее, он, это излом в его духе. Значит, это вообще очень интересный отрывок, который он рассказывает вообще, он нам рассказывает, а что переключилось, друг, на Якова. И на Яэль. Да, переключилось. Да, отлично. Друг на Якова и на Яэля. Ты слышишь рисунок? Восьмаз не нашло, да. Значит, смотрите. Вот это вот то, что было сказано, что глаз Бога и на хороших, на меня или на не очень хороших. У меня. Нет. Да, но и. Это нам показала техника, что как и насколько меняется ракурс и так, и так, и так. То есть, понимаете, ну, наоборот, на Раим, на Тувим, то есть все со всех сторон. Да, хорошо. Значит, смотрите, теперь, и тоже нам показалось, что, что, нам показалось, что насколько потом ситуацию меняет объяснение. То есть, есть некая ситуация, есть объяснение, которое на нее накладываешь. И хохамим, они улучшают всегда объяснением ситуацию. Злодеи, они ухудшают грешники объяснением ситуацию. То есть, это очень важно, как ты объясняешь себе и другим то, что происходит. А здесь нам в четвертом отрывке сказано, как это влияет на здоровье. Это фантастическая вообще вещь. Излечивающий язык, он приводит к древу жизни. Древо жизни, это как вечная жизнь была, да. Да, и селывба, тот, кто искривляет им, он ломает, руах ломает душу, то есть, руах это ломает дух. Значит, здесь очень интересно, что вообще жизненная сила человека, его жизненность, его продолжительность жизни, его, все, что с ним, все, что касается жизненности его, да, это зависит от того, как он говорит. И есть язык, который ведет тебя к древу жизни. Какой это язык? Это не говорить злоязычие, не говорить сплетничество, не говорить негативные вещи. Есть одна статья, у меня даже на портале 5сфер, одна из самых читаемых статей. Это ученые провели исследование, как разные выражения влияют на какие болезни. Они проводили там огромное исследование, что те люди, которые болеют астмой, например, они говорят, используют там выражение, что там, я сейчас задохнулась от этого. То есть, они очень, как бы, у них есть выражение, которое соответствует той болезни, которой они болеют. И очень много людей, которые, не зная, они словами прям себя уничтожают. А здесь нам говорится наоборот, что можно излечиться языком. Я много лет перевожу на одном из тренингов пример, как есть такой Георгий Сытин. Был такой человек, или... А, на последнем тренинге мне сказали, что он есть до сих пор, потому что я когда-то лет 8 назад про него узнавал, да? Ему тогда было 8-7 лет, а сейчас ему 96 лет. И я говорю, я не знаю, жив он сейчас или нет, но люди погуглили, сказали, что жив 96 лет ему сейчас. И он был инвалидом после войны, и он, значит, излечил себя полностью, настроя серьезные партбеседы, такие как партсобрания. Есть прямо целая книжечка в его беседах. И он прямо уговаривал каждый свой орган, что он должен работать, он обязан работать, он будет работать. Там такие у него партсобрания с органами были, да? И в итоге он выздоровел полностью, Российская Академия стал кандидат наук тоже. Но он медицина не знал, как его вылечить, он себя вылечил словами. И как раз вот мы-то об этом знали уже 3000 лет назад, потому что здесь написано, что «Излечивающий язык – это древо жизни для человека». И тот, кто искривляет им, он себе ломает дух, ломает себе дух, а дух – это стержень, на котором все держится. То есть если у человека нефеш – это животная душа, это инстинктивная часть человека, животная душа, она в крови. И вот эта животная душа, она себе работает по программе, как программное обеспечение, да, такое. Оно программируется через действия, там, тепло, холод, спорт и так далее. Есть интеллект, да, это Нешама, божественная душа. Это то, что мы изучаем Тору, духовные вещи, размышления. Это такая виртуальная реальность. Но вот эта вот виртуальная реальность, интеллект, который ты загружаешь разными программами, знаниями, словами, вот сейчас мы загружаем этот интеллект Торой, он наполняется разными словами, знаниями. Но потом, что ты из этого будешь использовать, как ты будешь использовать свое тело и как ты будешь использовать свои знания, это определяется руахом, духом. Это твое намерение, это, как говорят, сила духа. У человека, у него намерение, рацион, он направляет в каком-то, я хочу учить Тору, оп, он направил желание. Его вот это вот нефеш, это животная душа такая, как животное такое. Не, я лучше посижу, посплю там, полежу. А он такой намерением, нет, я хочу сильнее, чем лежать, учить Тору. И дальше у него здесь решение, у него вдруг выходят несколько мыслей о том, что чем больше страдания, тем больше награды. Это мысль из Торы, да. А или мысль не из Торы такая, кто не курит и не пьет, тот здоровен, тем умрет. Ну, то есть, интеллект же, он с этим мусором засорен, да. К сожалению, у нас не чистый уже интеллект, потому что в него попало столько разных выражений, слов и так далее, что когда у тебя есть намерение, животное намерение, оно всегда идет против Торы. То есть, животное, оно, это злое начало, мы вчера о нем говорили. В интеллекте, если у тебя есть много Торы, то Тора тебя тащит наверх к Богу, да. Та Тора, которая ты наполнил свою голову, тянет тебя в духовную, в высшие миры, да. Мусор в голове, в интеллекте, который ты получил от людей не очень хороших, ну, просто через, там, телевизоры, радио, школу, там, и так далее. Если ты заполнял свою голову знаниями, не Торы, то этот мусор, он будет, он будет все время обслуживать вот эту вот животную душу, да, он все время на ее стороне. А дальше твое намерение, нету вещи в мире, которая может устоять перед желанием человека. То есть, ты свое желание, ты можешь направить куда угодно, никто не, то есть, ты можешь направить желание на самые позитивные вещи. И дальше это желание, оно тебя, это как тяга такая, она включается. На эту тягу одеваются мысли. И если ты сильно хочешь, ты начинаешь искать те мысли, те знания, которые помогут тебе это желание позитивное реализовать. И как написано в Торе, что тот, кто хочет очиститься, ему помогают. Тот, кто хочет запачкаться, ему не мешают. То есть, это животное, оно само туда бежит легко. Поэтому мы должны, главное это вот работать с Духом. Но Дух человека, как мы здесь сейчас поняли, он зацеплен на его лошон, на его язык. То есть, ты должен очень четко контролировать свой язык и использовать только позитивные выражения, слова и Сторе. Например, Абутех башем хесет и саввену. Тот, кто полагается на Бога, милосердие его будет окружать. И какие еще хорошие слова? Аверац, аскенамер, будь резок как пантера. Такое, дерзок как пантера. Каль кенешер, легок как орел. Рацте цви, беги как олень. Гиборти арие, будь богатырь как лев. Лясо трацион авинуша башамаем. Делая волю Отца нашего, который в небесах. То есть, ты должен прямо все свои животные вот эти вот качества поставить на службу, именно выполняя волю Бога. Если ты выполняешь волю Бога как свою, то он выполнит твою волю как его. Поэтому я вам желаю, чтобы вы набрали себе депозит, 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 скоро рожешь она, когда мы все будем стоять перед Богом и просить, дай нам хороший год, дай нам жизнь, дай нам, чтобы год был хороший и сладкий, чтобы было добро и только сладким путем. И мы будем стоять, просить молиться, чтобы у нас в этот момент был депозит, хороший митцво от заповедей, осталось немного времени, чтобы набрать этих заповедей побольше. Потому что вот сейчас, например, мне только сегодня сказали, умерла одна девушка, очень хорошая, добрая девушка умерла, маленький ребенок оставил. И мы, прошлая хорошая жена, мы были вместе, отмечали в одной общине у Равина Вышецкого, я хорошо помню, как они маленький ребеночек, она с мужем, ну то есть молодая семья, и вот она вчера умерла. И получается, что мы каждый раз как бы относимся легкомысленно к своей жизни, а там типа пролезет, впереди еще много времени, я сейчас займусь какой-то фигней, а Тора, заповеди, все это подождет. Не подождет, то есть нужно конкретно прямо выполнять волю Бога, выполняя волю Бога как свою, и он выполнит волю Бога как его. И значит, что это значит, я вам желаю хорошего сладкого года, что вас записали во всех книгах жизни, но самое главное, чтобы мы помнили, что жизнь настоящая, это духовная жизнь, это связь с Богом, это и жизнь настоящая. Как Тора это Экс Хаим И, Тора это древо жизни Экс Хаим И или Макси Тимба, для тех, кто за нее держится. Древо жизни Тора для тех, кто за нее держится. В Этом Хея, тот, кто ее поддерживает, он счастлив. Поэтому надо и самому учить Тору, и поддерживать изучающих Тору, все, поддерживать, любить, уважать. Все, друзья, удачи, успехов. Вы сделайте своих три вывода, чтобы запомнить это конкретно, иначе не запоминается. Как в Торе написано, что нужно делать тот, кто учит и не повторяет, как тот, кто сеет и не собирает урожай. Поэтому давайте три вывода напишите, и потом повторите их завтра, через неделю, и все будет великолепно. Все, удачи, успехов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok